Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Нити Истории. В этом ролике я расскажу вам, какую зарплату получали советские вожди. Ну а перед началом выпуска я бы хотел попросить вас подписаться на наш второй канал за 2 минуты. Ссылочку вы найдете в описании. А теперь приятного просмотра. Поехали! Советский Союз – страна возможностей. Пожалуй, единственное государство в истории, в которой выходец из самых низов общества, мог стать одним из наиболее влиятельных людей на планете. Наверняка многие задавались вопросом, а какую зарплату получал лидер сверхдержавы? Как регламентировалась финансовая сторона жизни генеральных секретарей коммунистической партии? Владимир Ильич Ленин. Согласно сохранившимся источникам, глава Совета народных комиссариатов, так именовалось правительство Советской России до 1946 года, имело клад в 500 рублей в месяц. Сумма, меньше минимальной оплаты труда в Москве, установленной в ЦИК в 1919 году. Таким образом, зарплата рабочего не могла быть меньше 600 рублей, а максимальный оклад технического и административного персонала составлял не более 3000 рублей. Согласно декларации о доходах, поданной Лениным 20 сентября 1919 года, всего за 1918 год вождь мирового пролетариата заработал около 27 тысяч рублей. Но оклад в Совнаркоме не был единственным источником дохода лидера. Дополнительно, Владимир Ильич возглавлял Совет рабочей и крестьянской обороны, был членом в ЦИК, а также получал гонорары за свои статьи и сочинения. В условиях гиперинфляции, вызванной гражданской войной, даже такие деньги были смехотворными. По свидетельствам жителя Москвы, современника событий, фунт хлеба в столице стоил 260 рублей, фунт картошки 95 рублей, пуд муки 10 тысяч рублей, а пуд соли целых 18 тысяч рублей. В провинции цены были ниже в 10-15 раз, но и там многие товары оставались для людей недоступными. Повсеместно царили голод, преступность и крайняя нищета. Нужно сказать, в то время вождю не полагалось никаких дополнительных премий, компенсаций и бесплатных продуктов. Как выживал? Загадка. Иосиф Виссарионович Сталин Как и другие партийные сотрудники, на заре своей политической карьеры, Сталин получил скромную зарплату в 225 рублей. К началу 30-х годов сумма выросла до 500 рублей. Для сравнения, средняя зарплата по стране в это время достигала 300 рублей. В 1936 году Сталин увеличил оклад генерального секретаря до 1200 рублей в месяц. В это время его зарплата оказалась самой высокой в СССР. После денежной реформы в 47-м году лидер установил свой доход в 10 тысяч рублей. Средняя зарплата по стране тогда была около 1000 рублей. При этом нужно помнить, генсек находился на полном обеспечении государства и, по идее, в зарплате вообще не нуждался. По воспоминаниям Хрущева в 30-х годах, будучи государственным деятелем и занимая довольно высокий пост, он жил даже хуже, чем во времена, когда был простым слесарем. В те времена никто не мог допустить, что коммунист может иметь личную дачу, получать какие-то привилегии и обладать высокой зарплатой. Правда, когда Хрущев стал генсеком, скромничать он не стал и тут же установил себе зарплату в 8 тысяч рублей. Ниже, чем у Сталина, но выше, чем у любого рабочего в стране. После денежной реформы 1961 года зарплата стала 800 рублей. Леонид Ильич Брежнев. К эпохе Брежнева номенклатурная элита страны существенно переродилась. А коммунистические идеи о равенстве, общественном долге и скромности стали постепенно забываться. Официально зарплата главы СССР составляла все те же хрущевские 800 рублей. Однако Брежнев дополнительно удостоил себя ленинской премии в размере 25 тысяч рублей. Для сравнения, зарплата инженера варьировалась от 150 до 300. Учителя зарабатывали 140 рублей, медсестры 80. Средняя продуктовая корзина составляла 40 рублей. Кроме того, Леонид Ильич получал гонорары от издательства своих произведений. Трудился генсек, не покладая рук, и написал целый ряд произведений. Такие как «Малая земля», «Целина» и «Возрождение». Тираж каждого из них достигал 15 миллионов экземпляров. Ни один писатель на планете не выпускался такими тиражами. На какие деньги претендовал Леонид Ильич, неизвестно, но это были сотни тысяч рублей. На этом генсек не остановился. К 1974 году он повысил свой оклад до 1300 рублей, а в 1978 – до 1500 рублей. Как у современных олигархов, в гараже лидера таились десятки дорогих автомобилей. Юрий Владимирович Андропов. Бывший глава КГБ ввел строгие зарплаты для себя и своих приближенных. Зарплата генсека вновь стала составлять 800 рублей. Правда, как и Брежнев, Андропов активно распространял свои книги, доход от которых достигал 12 тысяч рублей. Михаил Сергеевич Горбачев – человек, о чьих взятках слагают легенды. По разным оценкам за послабление СССР в сторону западных держав, заключений выгодных торговых сделок и уступок территории соседним странам, в карманы генсека перетекали миллионы, десятки миллионов долларов. В это время советская номенклатура окончательно разложилась и рассматривала административную работу как неисчерпаемый источник денежных средств. Правда, официально зарплата Горбачева составляла всего 500 рублей, прямо как у Ленина. Перед распадом СССР оклад был увеличен до 3000 рублей. На этом все, дорогие друзья. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Если вам понравился этот ролик, не забывайте поддержать нас лайком. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и смотреть их первыми.